Всем привет, с вами Тед, и сегодня обзор Wasteland 3. Тактическая RPG с пошаговым боем, которая, кстати, стоит в стиме почти 30 баксов. Так что досмотрите до конца и узнаете, стоит ли она своих денег, стоит ли вообще на неё тратить время и играть. Начинаем мы, конечно же, с редактора персонажей. Мы можем либо выбрать заранее подготовленную для нас какую-то группу стандартную, либо создать своих персонажей. Есть очень прикольные характеристики, типа жополиз, бронезад и прочие-прочие такие истории. Конечно же, редакторы персонажей бывают и более гибкие и глубокие, но, знаете, для игры такого класса здесь возможностей более чем достаточно. В целом, создать сразу неправильного персонажа можете не бояться, потому что потом можно будет перекачаться, и у вас в отряде всё равно будет намного больше, чем два персонажа. Ну, если запариться, в редакторе, конечно, можно провести и целый час. Ну, а из него сразу в бой, как говорится. Боёвка, в свою очередь, хоть она и является пошаговой, выглядит достаточно динамично и бодренько. Управление понятное, само собой, хоть есть много разных особенностей, таких как перелазение через препятствия, прятание за теми же всякими преградами и так далее. Веток развития достаточно много у персонажей, которые зависят, естественно, от класса оружия, которое вы выбрали основным. Ну, и отсюда вытекает, что чем дольше игра длится, тем больше у вас будет разных способностей, и интереснее, конечно же, вам будет сражаться, играть, выдумывать различные тактики. Комбинаций тоже не сметное множество. Кроме боёвки, конечно же, в РПГ важная часть — это диалоги. Диалоги здесь классные. Очень много вариантов развития линии диалога, вариантов ответов постоянно много. И некоторые ответы требуют от вашего персонажа каких-то характеристик доступных, то есть хитрые персонажи могут по-своему вести диалог. Отсюда различные развития сюжета, что, естественно, очень-очень-очень интересно. Пока вы перемещаетесь между основными сюжетами, игра входит в другую механику, опять же, где вы можете исследовать что-то, находить секреты, в зависимости, опять же, от навыков вашего персонажа взламывать двери. Вы можете подкрадываться к врагам, если они вас не заметили, если ваши персонажи способны на такое. То есть даже на этапе, когда вы просто передвигаетесь, игра все равно остается игрой, а не просто хождением, что я отмечаю как огромный-огромный плюс. То есть на любом этапе игры, будь то диалог, передвижение между локациями, либо боевка, сделано все на очень классном уровне. Что же сделано не на классном уровне? Ну, наверное, все видят, и стоит отметить, что не на классном уровне сделана графика. Над графикой, конечно, можно было бы постараться и лучше, но, вы знаете, зато она, скорее всего, пойдет на любом железе, поэтому тут нельзя сказать, что явный минус, но, конечно, хотелось бы чуть-чуть получше. По антуражу и в целом наполненности мира очень прикольно. Все персонажи с характером, различные банды, группировки, у которых приходится завоевывать репутацию. Все в стиле такого постапокалипсиса, стимпанка и так далее. Выглядит все достаточно целостно, классно, ничего не выбивается, так сказать, из атмосферы игры, которая пропитана вдоль и поперек юморком, чаще обычно черным юморком, чем обычным. Вот, поэтому играть действительно прикольно, интересно и разнообразно. Кстати, давайте отвлечемся. Основываясь на том, что я уже рассказал. Те, кто играл в XCOM, какая игра вам больше нравится, вот на данный момент, по обзору? XCOM или Wasteland 3? Давайте напишем ваш ответ в комментарии. Хотите посмотреть эту игру у меня на стриме и пообщаться в прямом эфире? Обязательно пишите под закрепленным комментом стрим. Если мы соберем 50 комментов стрим, то я назначу время и, соответственно, мы в нее порубимся прям в прямом эфире. Ну и можно вернуться к обзору. Собственно, к главному вопросу, стоит ли эта игра своих денег, а именно 28 баксов. То есть цена ее 28 баксов. Это прилично, но не стоит забывать, что это, в принципе, стандартная цена для ААА-проектов, то есть для топовых игр. Стоит она или нет? Я бы сказал, стоит. Действительно, во всех аспектах, кроме графики, игра топовая, на самом деле. Боевка. Мега плюс 10 баллов. Музыкальное какое-то сопровождение, антуражик, все вот это вот юмор, 10 баллов. Конечно же, система диалогов, 10 баллов. Что еще очень важно, что у игры, я бы сказал, одна из самых высоких реиграбельностей из тех игр, которые я видел в последнее время. То есть эту игру, когда мы проходим один раз, хочется пройти и второй, и третий, и четвертый, потому что можно по-разному развивать своего персонажа, можно по-разному развивать несколько персонажей, то есть различные комбинации придумывать. Выстраивать свои отношения с группировками. То есть разнообразие прям выше крыши. И это подкупает. Это подкупает. Действительно, по геймплею тяжело найти то, к чему вообще можно хоть как-то придраться. Все сделано очень круто. Кстати, специально для этого обзора я сделал свою систему оценки игр. И может вы хотите внести в нее какую-то коррективу, или подсказать, как можно ее изменить. В милости, так сказать, прошу, и жду вашего мнения в комментариях. Ну а сама система оценок, вот. Этой игре я ставлю 7.3 балла. Я выделил три основных аспекта. Атмосфера, механика и погружение, которые складываются из трех других аспектов, которые, собственно, в них ходят. То есть атмосфера — это общее ощущение от игры. Это графика, это музыкальное сопровождение, как специальные эффекты, так и сама по себе музыка. И, естественно, управление. Оно должно быть понятным, простым, чтобы мы не сидели и не выдумывали, как же играть в эту игру, а садились и играли. Поэтому за графику я ставлю твердую пятерку, за музыку — семерку, потому что ее не хватает в некоторых моментах, а за управление — тоже семерку, потому что все-таки где-то нужно поразбираться, нельзя играть просто так, а то будете бегать и взрываться на минах и ничего не понимать. Вариативность геймплея, разнообразие геймплея, реиграбельность — 10, 9, 8. То есть твердая девятка за механику игровую. И погружение — это сюжет, антураж, гармоничность всего этого, насколько это все затягивает. Я выставил вот оценки, вы видите, на экране, и все вместе сложилось в твердую семерку. Поэтому я рекомендую эту игру, как минимум какое-то время ей стоит уделить, ознакомиться и поиграть. Вы точно получите удовольствие, это реально интересная игра. Ну а с вами был Тед. На моем канале вы можете увидеть обзоры на различные RPG и стратегии, а также посмотреть на соревновательные RPG и стратегии, моба-игры, в которые, собственно, мы соревнуемся и улучшаем свой скилл. Всем до новых встреч. Пока.